Всех приветствую на канале. Сегодня, 1 апреля 2022 года, прошло уже месяц и одна неделя, как Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину. Как видно, на сегодняшний день РФ продолжает обстреливать мирные города Украины, убивая русскоязычных мирных жителей, тем самым подтверждая тот факт, что Россия занимается военными преступлениями. Все эти годы нам рассказывали, что украинская армия на Донбассе сражается с местными шахтерами, а не с Россией. И они говорили, что вот если Россия вторнется в Украину, ну вот тогда Киев захватят за два дня. Ну что, не за два дня, не за неделю, не за месяц Россия не смогла захватить Киев, хотя все мы помним те февральские ролики, где они выстраивались в колонну, там были кадыровцы, они выстраивались там, в 60 километров у них была колонна, они записывали видео, как они идут захватывать Киев, всех пугали, все должны были бояться. Но уже апрель месяц эта колонна куда-то исчезла вместе с этими кадыровцами, Киев никто не захватил, а Россия начала получать тысячи гробов тех солдат, которые пытались захватить столицу Украины. Сейчас Министерство обороны России говорит о том, что якобы они не захотели захватывать Киев, они там просто приехали поучиться, посмотреть, понаблюдать. Но все прекрасно понимаем, что они меняют позицию, исходя из того, что они потерпели поражение на киевском направлении, им нужно дать какое-то оправдание, потому они отводят остатки своих разбитых подразделений и рассказывают какие-то сказки о том, что вот они там что-то достигли, каких-то планов, и вот они перекрупируются. Но, ребята, Киев не был захвачен за два дня, как вы рассказывали, и нам угрожали. Это оказалось абсолютной ложью и неоправданными угрозами. Правительство Украины не пользовалось большой любовью среди народа Украины, но это были внутренние и являются внутренними разборками внутри государства между своими гражданами. Путин ошибочно полагал, что якобы если украинцы не любят свою власть, то вот они будут встречать с цветами солдат Российской Федерации. Но это было абсолютно идиотское мнение предполагать, что украинцы будут встречать солдат РФ. Это равносильно тому, чтобы внутри семьи был какой-то конфликт между родственниками, и пришел какой-то дядя с улицы, начал устанавливать свои порядки, и родственники должны были как бы приветствовать этого дядю. Но это абсолютный бред. Все внутригосударственные вопросы, внутрисемейные вопросы решаются внутри страны. И украинцы, естественно, объединились, когда увидели этот сброд российский, который попер в Украину заниматься убийствами и уничтожениями. И несмотря на внутренние политические конфликты, украинцы объединились и дали отпор российскому агрессору. Поймите простую вещь, что украинцы не защищают власть и свое правительство. Они защищают свою землю и свои дома, свои квартиры. И когда активная фаза войны закончится, внутриполитическая дискуссия продолжится, украинцы также будут продолжать устраивать разборки между собой, выяснять кто, где, как. Но эти все вопросы решаются медийно, политически и на выборах, а не путем того, чтобы пришло иностранное войско и захватило власть в государстве. Этого не будет. Согласно, на сегодняшний день загальні втрати противника РФ вказую на то, что Россия уже втратила особого складу майже 18 тысяч військовых. Как я уже рассказывал в предыдущих видео, Путину абсолютно не жаль своих солдат РФ, которых он управляет в Украину, поскольку давайте посмотрим, кто это. Это обычное пушечное мясо из российской глубинки. Они живут в деревянных избах, они живут хуже, чем живет скот в хлеву на украинских фермах. У них там ничего нет, никаких материальных благ, ни бытовой техники, ни современных автомобилей, ни современных компьютеров. Они живут как одичалые люди, потому эту всю Орду Путин собрал и направил в Украину, как, знаете, такой вот варваров, которые ничего в жизни не видели, и впервые в Украине они увидели телевизоры, бытовую технику. Они начали грабить дома, квартиры. Мы видим эти все видеозаписи, как мародеров, как российских мародеров уже фиксируют золотом, набитыми карманами, как они выносят ковры даже выносят. Потом они гибнут с этими коврами на своих позициях. Российские солдаты, когда попадают в украинские квартиры и дома, они просто офигевают от того, как хорошо живут украинцы и признают, что никогда в жизни им это не заработать. Потому они пытаются не заниматься военным делом, они грабят, они занимаются грабежом, мародерством. И у них главная цель поскорее с этим телевизором или микроволновкой вернуться в свой хлев, в свою избу деревянную и показать своей супруге, вот смотри, что я привез с Украины. Путин прекрасно понимает, что это сброд, что это для него вообще не имеет никакой ценности эти люди. Если их погибают тысячи, сотни тысяч, ему все равно. Он просто забрасывает мясом, ненужным ему Украину, пытаясь нанести максимальный урон нашему государству. Те зверства, которые творят российские солдаты сейчас в Украине, они транслируются по всему миру, во всех государствах. Если раньше к россиянам, в принципе, нормально относились во всем мире, то после этих событий именно российский народ во всем мире будут ненавидеть. Тем более на фоне социальных опросов, что 85% граждан России поддерживает решение Путина напасть на Украину, то есть это не то, что именно конкретно одна власть России плохая, это весь народ, фактически весь российский народ несет за это ответственность. Я прекрасно понимаю, что нет никакого смысла вести диалог и переубеждать граждан России. Те, кто понимает, те, кто имеет голову, их там 5, 10, 15 процентов, им объяснять ничего не надо. Они и так все знают. А оставшиеся 85% россиян, которые зомбированы, их нет смысла переубеждать. Они уже сформировали свою точку зрения и мы не пытаемся вам разъяснить или убедить в том, что не нападаете там на Украину или как-то поменять свою точку зрения. Нет. Задача простая. Нанести максимальный урон. Максимальный урон. То есть если это поле боя, то есть это военный урон, это живая сила, уничтожение техники и солдат Российской Федерации. Если это политически и экономически, то нанести максимально количество санкций, сформировать соответствующее политическое отношение в мире. То есть нанести максимальный урон именно России, отрезать ее от материальных благ, от экономических благ, вообще от всего. Изолировать это общество, потому что это общество зомби, бешеных тварей, которые занимаются военными преступлениями. Я слышал, что россияне начали скулить, мол, в Украине плохо относятся к пленным солдатам Российской Федерации. Но это равносильно тому, чтобы жители Третьего Рейха во время Великой Отечественной войны жаловались о том, что солдаты советской армии плохо относятся к пленным солдатам Третьего Рейха, к эсэсовцам и вермахтам. И пытались вызвать какую-то жалость и сочувствие. Естественно, что в Советском Союзе никто не сочувствовал немецким фашистам. Аналогично в Украине, а украинцы также воевали в Великой Отечественной войне, также наравне с другими народами защищали и Украину, и другие страны от Третьего Рейха, несли такие же потери, получали награды. То есть мы сейчас внуки и правнуки именно ветеранов Великой Отечественной войны. Так вот, почему мы должны сейчас каким-то образом жалеть расистов, это фактически те же гитлеровцы с Третьего Рейха, как нападали. Сейчас это современная Россия, которая пытается оккупировать Украину. Почему мы должны сочувствовать этим пленным? Все очень просто. Не приезжайте сюда. Не приезжайте сюда, не заводите российские войска, не будет никаких пленных, и не надо никого жалеть, и не надо вызывать какое-то сострадание. Все очень просто. Формула простая. Уезжайте. А если вы сюда приехали, то не плачьте. Единственный шанс, чтобы к солдату России более-менее нормально относились, это он должен сразу же сдаться. Он должен только перед пересечением границы, если его заставили поднять руки, сложить оружие, добровольно сдаться, тогда все оформят нормально. А если он занимается убийствами, если солдат России убивает стариков, женщин и детей, бомбит мирные города, то какое к нему будет адекватное отношение? Как к террористу? Они и есть террористы. Тем более, что в России не введено военное положение, то есть нет войны, согласно российским законам, потому контрактники, солдаты РФ, они имеют право разрывать контракт и не ехать в Украину. А если не едут в Украину добровольно, ну тогда не плачьте, если вы получили ответку. Военное противостояние, конечно же, будет продолжаться еще долго. Нет никаких иллюзий, что это закончится завтра. Но нужно понимать, что России не удастся оккупировать Украину. Она будет пытаться нанести именно материальный урон, уничтожать города, объекты инфраструктуры, убивать людей. Но Россия не сможет насадить здесь свое правительство. Россия не сможет установить в Украине какую-то власть, какой-то марионеточный режим. У них не получится контролировать в какой-то длительный период времени не только города, а вообще каким-то образом политически контролировать государство. Этого не будет ни при каких обстоятельствах. Потому Россия может не рассчитывать на те планы, которые она имела в феврале. А Украина будет бороться. Она, конечно же, в более слабой позиции. Посмотрите, сколько в России военной техники, сколько в Украине, сколько живой силы. Но, тем не менее, Украина борется и оказывает адекватное сопротивление и не дает России оккупировать страну. Это уже всем ясно и это очень важно. Ну а после активных боевых действий противостояние тоже не закончится, поскольку после этого мы должны все это задокументировать. И привлечь именно к юридической ответственности за военное преступление Россию, ее правительство, те, кто занимался этими делами. Ну и продолжать долбить экономическими санкциями, полностью изолируя это государство от всех материальных, финансовых благ, чтобы полностью, знаете, было вот как железный занавес. Россия была полностью под железным занавесом. Это государство проклято на века. Россия враг и российское государство, в том виде, в котором оно сейчас есть, должно быть уничтожено.